На календаре 28 апреля, это означает, что у нас новости недели, на этой неделе у нас целая тонна новостей, утечек, багов и многое другое, в любимой нашей игре Red Dead Redemption, вокруг да около неё у микрофона Готика Сократ, погнали! То, что вы сейчас видели, это ни в коем случае не реклама читов, накруток, лаксвичей, багов и так далее, так далее, это вырезанный момент, предоставленный нам, любезно предоставленным другим Дискордом, и таких моментов у нас тоже много, вы все знаете этих говнорей с моих стримов, которые прыгают к нам в сессию, используют, что-то используют, потому что, ну, по-другому это не назвать, когда в человека входит 6 взрывных, в близком контакте, и ему ничего не происходит, это нормально, когда я в Рэмбо А лично всаживал две разрывные стрелы, и он не дох на стриме, после чего разворачивался и убивал меня, но это прям в натуре клёво, для чего я показываю этот момент, под описанием к ролику будут их ссылки на социал клаб, обязательно блокируйте этих говнорей, потому что командует всем этим парадом, тупая бабища по имени Твой Зад, точнее Твой Зад, ну Твой Зад тоже подойдет, которая крайне неуравновешенная личность с синдромом ЧСВ Бога, владеет несколькими сперматоксикозниками, которые бегают за якобы ее харизмой, соответственно, мне лично эти люди ничего такого не сделали, но вы знаете, как плохо я отношусь к лаксвичерам, читам, накрутчикам и так далее, тогда у меня прям горит жопа с этого, и, к сожалению, по-другому на них никак нельзя воздействовать, все эти ТП отправлены в Rockstar, надеюсь, они там разберутся, и будем следить за новостями, буду держать вас в курсе, на данный момент избегайте этих говнорей в сессиях, потому что они убивают всех налево и направо, вне зависимости, возите вы с собой телеги или нет, они просто хотят ПВП с кем-то ни было, и задрочить несколько человек, мешать им выйти из лагеря или из города для них вообще не проблема, даже забавы ради, на стримах вы это все видите, безусловно, повторюсь, опять же, твой Зад командует всем этим гей-парадом малолеток, которые пытаются, может быть, в игре самоутвердиться за счет своего низкой самооценки в реальной жизни. Ну а мы переходим, соответственно, к новостям этой недели, на этой неделе у нас был, как всегда, самый низкий онлайн, мы бьем рекорд, точнее, антирекорд по онлайну, максимальная численность 16 тысяч человек по стиму и 13 тысяч по лаунчеру, и, соответственно, что это нам дает в общей сложности? 40 тысяч, ну так себе перспектива, хотелось бы, конечно, больше, нам крайне нужно обновление, и на этой неделе, дамы и господа, нам добавили с вами носки. Да, да, вы не ослышались, именно носки, которые идут отдельно от всего, то есть это новый предмет. Нет, мы покупаем носки, а сверху одеваем, правильно, сапоги. Для чего, для кого, не знаю, может, вы зайдете в гости, снимите ваши сапоги, и тогда у вас все будет нормально, я не знаю, для кого это было добавлено, то есть мы ждем новую роль, а нам добавляют, правильно, носки. Вот нихера себе. Собственно, также, дополнительно ко всему, коллекционеры получат вдвое больше опыта за поиск коллекционных предметов. Охотники за головами получат на 50% больше опыта роли за охоту за головами и поиск легендарных преступников, а также за события свободного режима для охотников за головами. В каталог вернулись предметы, вернулись. Это цилиндр труба с перьями за 133 доллара, шляпка аванжила за 119,5, куртка Бен Боу за 72, насколько вы помните, эта куртка снималась в модном приговоре, пальто Эберхард, 8 слитков, штаны Конча 51,5, они, кстати, тоже были в модном приговоре, вязаные чулки, 1 слиток, ботинки на шнурках 27 долларов, ботинки Солтер 35 долларов, скидки 40% на повозки, охотник за головами, тюремный фургон 525 долларов, охотничья повозка 525 долларов, скидка 30% на абсолютно все револьверы, это флотский, лима, шофилд, самовзводный, ковбойский и револьвер азартного игрока, скидка 40% на вариации внешнего вида для оружия, то есть это вариант самогонщика для дробовиков, обрезов, с которыми бегу я, револьверт шофилда, охотник за головами, карабин от Ланкастера, вариант коллекционера, пистолет Валканик, это также вариант коллекционер и помповый дробовик, это вариант у нас торговец, скидки на это, также скидки на предметы одежды, 80% на аксессуары на шею, перчатки, шпоры, чапсы, получапсы, портяжки, банданы, скидка 70% на всю обувь, скидка 70% на все юбки, скидки у мадам Назар, 80% на все карты коллекционера, перчатки Хольм, перчатки Беспромаха и перчатки Теп Скотт, скидка у Крипса в походных припасах, а именно, охотник за головами, коллекционер, торговец, это тема для лайков, это стоит 420 долларов, коллекция мадам Назар, на этой неделе вещи королевских особ, стоимость 85 долларов, плюс 1000 очков опыта, туда у нас входят серьги с изумрудами герцогиня, серьги с бриллиантами королевы Виктория и карты Таро, королева мечей. Спасибо огромное группе RSG за предоставленный материал и, если что, ссылки на эту группу ВКонтакте в описании. Также есть у нас небольшое обновление в Социал Клаб, в верхнем меню каталога в Red Dead Online добавлен раздел акций. В этот раздел были перенесены купоны с бандитских абонементов непосредственно. С места событий стало известно то, что Rockstar, а возможно и не Rockstar, а возможно это фейк и прикол, загрузил на Pornhub официальную страницу, то есть подтвержденную страницу, собственно, это как и сделано с группой ВКонтакте, то есть появилась некая группа Rockstar Games, созданная в 2019 году, но она имеет верифицированное сообщество, то есть подтвержденная галочка стоит, то есть это надо через администрацию сервера получить эту галочку. И каким образом на Pornhub появилась официальная галочка, подтверждающая, что ты имеешь отношение к разработчикам на Pornhub и ВКонтакте, ну в натуре четко, классно. Компания Microsoft уже 7 мая Red Dead Redemption 2 будет добавлено в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One. Более того, подписчики имеют возможность уже прямо сейчас предзагрузить RDR2 на свою консоль и дождавшись выхода в сервисе, дабы без промедления приступить к покорению Дикого Запада. Стоит отметить, что слухи о добавлении вестерна Rockstar в игровой сервис мелкомягких ходили еще с конца прошлого года. Впрочем, это, наверное, был лишь вопрос времени, будет ли Red Dead Redemption 2 доступна в ПК-версии, пока что неизвестно. С уверенностью можно сказать, что большинство игроков в Red Dead Redemption 2 даже и не задумывались о проходящих мимо них грозовых облаках и электрических разрядах, молниях, периодически освещающих небо и мир под низом. Многие из вас наверняка считают, что грозы случайно генерируемых погодных эффектов, которые исчезают ровно в тот момент, когда игрок более не находится в радиусе их видимости. Тем не менее, один энтузиаст выяснил, что это совершенно не так. Пользователь Reddit под ником ms.yulfreak, также известный как Insert Random Name Her, решил более пристально изучить погодную систему, в частности грозы и молнии в Red Dead Redemption 2. В результате его исследование был крайне неожиданным. Заручившись помощью участников саб-реддита, решил следовать за тремя разными грозами в игре, отмечая на внутриигровой карте места, куда били самые крупные разряды молнии. Грозы в Red Dead Redemption 2 это не просто представление для игрока, это динамические эффекты, которые самостоятельно двигаются по карте, независимо от того, смотрит на них игрок или нет. Благодаря полученным данным и грозовой карте начала интересная ходить теория в кругах реддита. А что если в районе Колтера, куда кстати направляется все три отслеживаемых грозы, находиться какая-то пасхалка от разработчиков? Если вы уже были, то Колтер это заснеженный и давно заброшенный городок на северо-востоке карте. Собственно и начинается сюжетная кампания Red Dead Redemption 2. В своих обсуждениях участники на реддите отметили, что когда они следовали за этими тремя грозами, двигавшиеся с юго-востока на северо-запад, у них сложилось впечатление, будто бы следующая молния била ровно в тот момент, когда они добирались до места удара предыдущей. Как будто бы грозой буквально вели его в какую-то локацию на карте. Да и сама погодная система в Red Dead Redemption 2 оказывается далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. Каждая из отслеживаемых им гроз длилась порядка 30 реальных минут. Однако в игре имеются и меньшие грозы, которые длятся чуть менее 5 минут, и которые двигаются в куда более случайных направлениях. MS Illfreak отметил, что продолжит свою карьеру охотника за грозами. Интересно то, что некоторые пользователи на реддите были вдохновлены его работами так, что они решили точно так же делать это в своих версиях игры. Кто знает, возможно Rockstar действительно спрятали в Red Dead Redemption 2 какой-то секрет или пасхалку, связанную с погодой на Диком Западе. Напишите пожалуйста комментарий, обилла ли вас молния в Red Dead Online. Ну и нам будет безусловно интересно это прочитать и озвучить в следующем видео. Ну а с вами была Готика, с вами был Сократ. Вот такие новости этой недели. Берегите себя, берегите свои аккаунты, не устанавливайте никакие странные подозрительные программы, не добавляйте в друзья неизвестных вам людей, потому что те, кого добавят, могут воспользоваться вашей ситуацией. Будьте бдительны.